МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы решили навестить нашего победителя, привезти с компанией АРНТЕК один день и узнать, как у компании идут дела. АРНТЕК за этой дверью. Надеюсь, нам здесь будут рады. Здравствуйте! Меня зовут Тамара Никифорова. Я с канала Без ТВ. Мы пришли к Дмитрию Слободенюку, нашему победителю, и заодно узнать, как у вас дела. Доброе утро, Тамара. Меня зовут Катерина. Добро пожаловать в АРНТЕК. Я предлагаю провести небольшую экскурсию по нашему офису, пока Дмитрий к нам присоединяется. Пойдемте? С удовольствием. Пойдемте. Это наш рабочий оазис. Мы образно делим его на два полушария. Здесь наши правые полушария, отвечающие за коммуникации и хорошее настроение. Это департамент по работе с клиентами. Юлия Гончар, компания АРНТЕК. Алексей, здравствуйте! Так рада вас слышать. Как у вас дела? Ваше выступление вчера на мероприятии было просто бесподобным. Вы зажгли весь зал. Хорошо, что не в буквальном смысле, действительно. Да, кстати, Алексей, вы вчера на мероприятии забыли свой подарок, но не переживайте, он у меня в безопасности. Впрочем, как и вы. Наш инженер уже в пути. У нас сегодня начинается второй этап. Я собираюсь и к трем часам приеду к вам в офис. Вместе с подарком, разумеется. Помимо природной красоты, у всех сотрудниц департамента есть техническое образование. Поэтому здесь всегда отторят профессионализм, доброжелательность и хорошее настроение. А вот здесь у нас наше левое полушарие, отвечающее за разработку, реализацию и техническую поддержку любых инициатив наших заказчиков. Это технический департамент. С точки зрения информационной безопасности мы не должны показывать наш мыслительный центр. Но для ваших телезрителей мы готовы сделать исключение. Тамара, знакомьтесь, это Игорь Сусметов, наш технический директор. Игорь, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, над какими проектами вы сейчас работаете? Добрый день. На текущий момент в работе несколько крупных проектов. Например, внедрение ПО отечественного производителя для ВГУП Медицинский Центр. Проект защиты сетей и антивирусной защиты для сибирско-генерирующих компаний. В одной из крупнейших страховых компаний мы ведем проект по внедрению системы контроля за приверегированными пользователями. И есть ряд проектов в крупных банках. Альфа-банк, внешнеэкономбанк, ВТБ-24. Причем мы как внедряем новые решения, так и оказываем техническую поддержку уже ранее внедренных решений. В целом, проектный портфель достаточно разнообразен. От внедрения системных инфраструктурных решений до реализации защиты от таргетированных атак. Игорь, очень интересно. Спасибо вам огромное и больших успехов. Да, сейчас в департаменте дел хватает. А за этой стеной находится наш учебный центр. Здесь мы повышаем квалификацию наших сотрудников собственными силами и с помощью наших партнеров, безусловно. Если хотите, можем взглянуть на него. Если там, конечно, сейчас нет занятий. С удовольствием. Пойдемте. О, Фомана, рад вас видеть. Как вам у нас? Здравствуйте, Дмитрий. Очень понравилось. Екатерина нам уже провела экскурсию по офису. Екатерина, большое спасибо. А вас я приглашаю все в офис. Надеюсь, у вас появились какие-то вопросы. Я с удовольствием на них отвечу. Дмитрий, спасибо. Да, вопросы появились. Пойдемте. Пойдемте. Дмитрий, ваша первая компания «Антивирусные решения» зарождалась вместе с рынком информационной безопасности в нашей стране порядка 20 лет назад. Нетрудно догадаться, что за это время компания зарекомендовала себя как надежного партнера в области информационной безопасности. Расскажите, как росла компания, какие преобразования в ней происходили и каких высот уже удалось достичь? Да, Тамара, вы правы. И каждый день мы подтверждаем свой статус надежно-технологического партнера. А началось все 22 года назад с моей встречи с супругами Касперскими. Тогда они работали в Каме и только думали открывать свое дело. В те времена было достаточно все просто. Мы были молоды, море нам казалось по колено. Но, тем не менее, в феврале 1998 года мы организовали первую секьюрити-ориентированную компанию. В августе произошел кризис, но, к счастью, у нас людей тогда было на порядок меньше. Были какие-то сближения от предыдущих проектов. И так что кризис мы преодолели достаточно хорошо. Первые наши клиенты – это были компании финансового сектора, которым государство начало помогать в первую очередь после кризиса. И, к счастью, многие из этих банков до сих пор являются нашими клиентами. В то время понятия информационной безопасности антивирусы были достаточно близки. Но время шло, все изменялось, и к 2003 году мы существенно расширили портфель своих решений и услуг. Пять лет назад мы на рынок вывели марку «Аринтек» по двум причинам. Первое – это для того, чтобы уйти от ассоциации продавца антивирусных решений. И второе – чтобы закрепить позиционирование нашей компании на рынке интеграционных услуг. Вы сказали про охват рынка. Расскажите, в каких сегментах работает ваша компания? Так исторически сложилось, что мы достаточно плотно работаем в финансовом секторе. Это банки и страховые компании. В этом секторе сейчас появляются новые организации микрофинансовые, с которыми мы также начинаем плотно работать. Последние тенденции, которые происходят в банковской сфере, а именно отзыв, лицензию банков, позволяют нам посмотреть куда-то шире, выйти в другие отрасли и также освоить какие-то новые решения. Также мы расширяем свою локацию. Два года назад мы открыли офис в Екатеринбурге. Ну и в этом году тоже собираемся открыть один из офисов. Но пока не буду говорить, где. Расскажите, какие услуги компания предлагает рынку сегодня? На сегодня мы предлагаем услуги по комплексному внедрению системы информационной безопасности. Также мы разрабатываем инфраструктурные решения. Соответственно, предлагаем услуги консалтинга и аудита. Ну и, соответственно, техническую поддержку этих проектов. Если говорить о социальной ответственности компании, то ежегодно в нашей компании проходит стажировку студенты, выпускники вузов и техникумов. И, соответственно, мы отбираем лучших из них и оставляем у себя. Талантливым инженером всегда найдется место в нашей компании. Рассказывая об истории компании, вы затронули тему экономической нестабильности. Расскажите, как сегодня вы планируете выводить бизнес на новый уровень? Во-первых, в современных реалиях мы более тщательно начали изучать отечественные решения. Те, которые уже есть в реестре или которые собираются включаться в реестр отечественная софта. И это достаточно интересные продукты. Ими интересуются не только государственный сектор, но и другие компании. В настоящее время у нас в разработке находится около 10 пилотов по этим решениям. Во-вторых, в условиях кризиса активизируются мошенники, активизируются различные организации, которые пытаются украсть информацию или деньги наших клиентов. И в результате этого возрастает потребованность услуг нашей компании. В нынешней ситуации под сокращение бюджета в последнюю очередь попадает информационная безопасность. Мы достаточно оптимистичны в будущем. Это не первый кризис, который мы преодолеваем. Дмитрий, спасибо вам огромное за интересный рассказ о компании. От всей души вам желаю больших-больших успехов в бизнесе. Спасибо, Тамара. Дмитрий, еще раз спасибо за теплый прием. Спасибо вам, Тамара. Приходите еще. Вы всегда рады гостям. Сегодня мы провели один день в компании «Арентек». Взглянули на нее изнутри. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы готовы приехать к вам в гости. Пишите и звоните на канал «Бист-ТВ». Если вы, конечно, не боитесь продемонстрировать нам свое гостеприимство и все то, чем вы гордитесь. С вами была команда «Бист-ТВ» и я, Тамара Никифорова. До новых встреч. Пока.